Карловар Карловы Вары Карловы Вары Карловы Вары Карловы Вары Карловы Вар тракта, на печень или желчные пути, а также на заболевания, связанные с обменом веществ и некоторые другие. Минеральные источники Карловых ВАР применяют как в лечебных, так и в профилактических целях. Существует несколько правил питья Карловарской воды, которые делают лечение более эффективным. Воду пьют медленно, небольшими, с макующими глотками специфических для грортов вот таких вот фарфоровых кружечек. Они отличаются узким длинным носиком, который позволяет дозировать глоток и задерживать воду во рту, ибо влияние действия воды начинается уже в ротовой полости. Также рекомендуется пить воду в хорошем расположении духа и в расслабленном состоянии. Считается, что движение является одним из составляющих частей лечения в санаториях, поэтому питье воды из источников во время неспешной прогулки благотворно влияет на организм. Что же является главным элементом в химическом составе Карловарской воды? Что именно лечит организм? Оказывается, лечебная сила уникального минерального раствора заключается в его щелочном характере. Человеческий организм из-за естественного потребления кислорода подвержен сплошным окислительным реакциям, которые происходят на клеточном уровне. Данный феномен можно назвать достаточно просто – старение. Причем остановить окислительную реакцию можно воздействием щелочи, а в этом именно и заключается волшебство Карловарской живой воды. Однозначно ответить на вопрос, что лечат в Карловых Варах, невозможно. Настолько обширен список заболеваний, которые служат показанием для направления местной курорты. Основной терапевтический эффект достигается использованием местных термальных вод. Этот уникальный природный ресурс с эффективностью доказан веками и с незменным химическим составом. Карловарская минеральная вода содержит около 6,5 граммов минеральных веществ на 1 литр. При трехнедельном питьевом лечении по 1 литру воды в день это составляет 180 грамм минеральных веществ. Если представить это количество в виде таблеток по полграмма, получится 13 таблеток в день или 270 таблеток в течение трехнедельного и 360 таблеток в течение четырехнедельного курса лечения. Поверьте, это достаточно много. Чешский термальный курорт Карловы Вары был известен людям с давних времен. У многих его источников такой солидный возраст, каким не могут похвастаться иные города. Так, например, первый источник на месте, где возвышается величественная мельничная колоннада, был обнаружен более 400 лет назад. Да, Карловы Вары знамениты своими термальными источниками и пользуются большой популярностью как лечебный курорт высшего класса. Но и прежде всего это красивый, элегантный город, расположенный в самом центре Европы. Какими же достопримечательностями знаменит этот город? Давайте познакомимся с ними поближе и проведем небольшую экскурсию. Мы выше упомянули о мельничной колоннаде. Это великолепнейшее строение города расположено на берегу реки Тепла. Автором проекта является архитектор Йосеф Зитек. Мельничная колоннада весьма интересна для путешественников достопримечательность Чехии. Она представляет собой строение, выполненное в стиле неоренессанса. В длину занимает 132 метра. Ширина составляет 13 метров. Под крышей колоннады размещено 5 источников. Мельничный, скальный, лубяше, русалка, князь Вацлав. Колоннада насчитывает 124 колонны. Сегодня это место вызывает восторг и восхищение каждого, кому посчастливилось там побывать. Среди туристов Карловы Вары известны прежде всего как первоклассный лечебный курорт, где любили отдыхать знаменитые мира сего от Петра Великого до Франца Иосифа. Однако мало кто знает, насколько велика и обширна история этого города, изучать которую проще всего по Карловатским церквам и костелам. Один из таких самых древних и красивых храмов города – костел Святой Марии Магдалины. Римско-католический храм возвышается в самом центре курортной зоны Карловых Вар. Костел в стиле высокого барока относится к крупнейшим памятникам этого стиля не только в Карловых Варах, но и вообще в Чехии. Он был построен в 1737 году на месте бывшего готического костела. Его светлые стены, высокие своды и обретшие благородный зеленоватый цвет вершины баши притягивают взгляд каждого гостя не случайно. Рыночная колоннада в Карловых Варах, пожалуй, самая необычная из всех многочисленных источников этого чешского курорта. Более того, изначально она строилась как временное сооружение. И только благодаря крутым поворотам судьбы мы можем сегодня лицезреть легкую и резную конструкцию. Рыночная колоннада была построена в 1883 году. Своим обликом явно напоминает архитектурный стиль далеких швейцарских Альп. Нарядно-ажурный павильон с легкостью вписывается в городской ансамбль и даже значительно украшает его. Внутри колоннады находятся два источника. Первый – рыночный, с температурой воды около 62 градуса и весьма сложным и капризным характером. Долгое время он то исчезал, то вновь появлялся, пока местными специалистами не были предприняты меры, чтобы вода поступала стабильно. Решено было проделать еще несколько скважин. Второй источник носит гордое имя императора и короля Чехии Карла IV. Само собой, что с таким названием он отличался надежностью и работал без перебоев. Это старейший из всех скважин, обнаруженных в Карловых Варах. Кроме того, к рыночной колоннаде выведен нижний замковый источник. Дворжиковые сады – это небольшой, но очень уютный и красивый парк в центральной части Карловых Вар. По сути, они состоят всего лишь из нескольких аллей, где установлены памятники и скульптуры, а также где можно просто посидеть в тени на удобных скамейках. Сады названы в честь Антонина Дворжика, великого чешского композитора второй половины XIX века, которым гордится вся Чехия. Это любимое место отдыха местных жителей и обязательно к посещению достопримечательность для туристов. Карловы Вары – курорт очень популярный. В разное время здесь бывали и великие правители, и известные деятели искусства, и философы. Само собой, что город, который принимал и принимает столь значимых особ, просто обязаны иметь подобающее место для их размещения. Знакомьтесь, Гранд-отель Пуп – пожалуй, самый элегантный и красивый отель не только в Карлсбаде, но и во всей Чехии. Среди небольших пряночных домиков Карловых Вар, неуборочный Гранд-отель выделяется и своим размером, и роскошью фасадов. Неудивительно, что эта гостиница то и дело мелькает не только в самых популярных европейских фильмах и сериалах, но и в голливудских шедеврах. Например, в фильме «Последний отпуск» «Гранд-отель Пуп» был показан во всей своей красе. И если у вас есть непреодолимое желание отобедать в ресторане, где бывали любимые актеры, то добро пожаловать в Пуп. История самого роскошного Карловарского отеля Пуп неразрывно связана с историей развития самого лечебного курорта. Если быть точнее, то открытие гостиницы состоялось в начале далекого 18-го столетия, когда город более или менее оправился после события разорительно 30-летней войны. В 1701 году по указу городских властей было решено построить первый зал будущего Гранд-отеля. Практически с самых первых дней своего существования отель не испытывал недостатка в посетителях, причем все они были весьма важными особами. И это неудивительно, учитывая популярность самого курорта и роскошную обстановку будущего Гранд-отеля Пуп. К счастью, интерьеры той самой гостиницы сохранились до наших дней. Посетители встречают роскошное здание, напоминающее самый что есть дворец, богатый декор фасада, обилие лепнины, высокие светлые окна, кованые балконы, фонтан во внутреннем дворике и прекрасно вышкаленный персонал. Все это сразу же заявляет о высоком статусе и давних традициях заведения. Башня Гёта расположена на возвышенности с поэтичным названием «Вершина вечной молодости», высотой в 638 метров. Подъем на башню довольно длительный и не слишком легкий, однако если преодолеть его, перед вами откроется действительно чудесный вид. Башня Гёта в Карловых Варах является смотровой. Примечательно, что башня имени Гёта – старейшее и самое первое обзорное сооружение в Карловых Варах, построенное еще в 1889 году. Вокруг башни красивый лес, а возраст некоторых деревьев достигает здесь более ста лет. Иоганн Вольфконг Гёта любил подниматься сюда и проводить долгие часы, любуясь на окружающую его природу. Башня Гёта – конечный пункт туристического подъема от улицы Гржбитовной. Минеральные источники спрятаны в изысканных павильонах. Пышная курортная архитектура и живописная природа – вот чем знамениты Карловы Вары. Всем этим можно наслаждаться по отдельности, а можно и прокатившись на фуникулёре Диана. Вагончики привозят отдыхающих на холм дружбы, на вершине которого находится одноименная обзорная башня. Поднявшись на нее, становится понятно, почему возникла одна из популярных местных поговорок. Она гласит, кто не был на Диане, тот не видел Карловы Хвар. Фуникулёр построен уже век тому назад, но, несмотря на свой почетный возраст, продолжает исправно катать туристов, как и в начале прошлого столетия. Вагончики отправляются каждые 15 минут и начинают свой путь от нижней станции Старый Луг, что возле санатория Пу. Короткое трехминутное путешествие заканчивается на верхней станции Холм Дружбы, где расположена смотровая башня. Длина всего пути 450 метров, а последняя станция расположена выше первой более чем на 150 метров. Во время поездки Фуникулёр останавливается, есть возможность выйти погулять, осмотреться и сесть в следующий вагончик. В самом центре Карловы Хвар находится знаменитый гейзер с минеральной водой, бьющей вверх фонтаном. Сейчас это большое здание из бетона и стекла, а раньше этот источник покрывали строения в разных стилях – барокко, ампир. Вода в гейзере горячая, и когда стоишь рядом, то тебя обдают теплые брызги и стоит пар. Эта вода лечебная, и для употребления ее разбавляют. Рядом с гейзером расположена колоннада с этими полезными источниками. Воду можно пить бесплатно, так что кому надо подлечиться, то сюда. Также эта вода используется для лечебных вар. Самый знаменитый источник Карловы Хвары гейзер расположен в одноименной колоннаде. Только представьте, гейзер извергает воду из глубины в 2 километра, а его температура составляет плюс 72-73 градусов Цельсия. История источника берет свое начало с середины минувшего тысячелетия. Хотя тот вид, который гейзер имеет сегодня, с колоннами и крытыми навесами, он получил в 70-х годах прошлого века. В прогулочном зале колоннады можно попробовать воду из отдельных фонтанчиков, разной температуры. Я восьмой год, в одно и то же время. В конце февраля я приезжаю сюда поправляю свое здоровье. Я уже был на многих курортах. Рекомендую Карлову. Здесь аура, обслуживание и вообще отношение к людям замечательное. Кроме минеральных источников, прекрасной архитектуры, исторических достопримечательностей, Карловы Вары предлагают и активный отдых. Казалось бы, по окончании главного туристического сезона город погружается в скуку. А нет, главная забава постучаться в двери только с появлением первого снега. Поскольку Карловы Вары лежат у подножия крушных гор, главными зимними видами спорта здесь является сноубординг и катание на горных лыжах. Каждый год в декабре в центре Карловы Вар проходят международные лыжные соревнования «Карлсбадский спринт». Главным центром горнолыжного спорта в регионе является «Божий дар», лежащий в 25 километрах от курорта. Сезон здесь начинается в ноябре и длится до марта-апреля, в зависимости от погодных условий. Практически каждый месяц в городе происходят культурные события, которые помогают внести разнообразие в курортную жизнь. Именно широко известные культурные события привлекают в Карловы Вары больше всего после курортного лечения туристов. В Карловых Варах проводится много различных акций европейского и мирового значения. Музыкальные фестивали, посвященные Моцарту и Бетховену, а самым знаменитым является международный кинофестиваль Карловы Вары. Каждый найдет что-то на свой вкус. Молодежь обычно предпочитает кинофестиваль. Джазовый фестиваль чаще всего посещают средние поколения. Те, кто постарше, возможно, склонятся к посещению концертов, устраиваемых в рамках дворжиковой осени. Возвращаясь к истории появления курортного города Карловы Вары, то можно сказать, что в этом чешском городе почитает короля Карла IV. Его имя увековечено не только в названии города, но и в четырех памятниках. За что такая честь? Легенда гласит, что однажды во время охоты в горах императора Священной Римской империи и король чешский погнался за оленем и ранил его. Но тот, прыгнув со скалы вниз, исчез. Когда Карл подъехал к краю скалы, то увидел внизу в долине бьющий из земли гейзер. Олель на глазах у изумленного монарха окунулся в его горячие воды, исцелился и умчался прочь. Так неудачно закончилась королевская охота. Карл вернулся домой без охотничьих трофеев, зато открыл дивное место, где в 1358 году заложил курорт. С тех пор Карловы Вары славятся не только как лечебный курортный город, но и на сегодняшний день уже как и вполне доступным местам светского общества. Можно просто коротко. Купив путевку в Карловы Вары, вы сможете попасть в мир вашей мечты. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова